Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додалев. В эфире программа «Золотая рыбка». И сегодня мы говорим про Иуду. Не про библейского персонажа, а про спектакль. И беседуем мы с Юрием Грымовым. Приветствую вас, Юрий. Здрасте. Посмотрел на сайте, на вашем, про журналистов рассуждения, что, как правило, задают одни и те же шаблонные вопросы. Мне просто хотелось бы сказать, какие вопросы чаще всего вам задают из тех, которые вас раздражают. Ну, я бы не стал бы говорить про всех журналистов. Я понимаю, да. Но большинство, к сожалению, мне кажется, это профессии. Профессия сложная, и в нее входит, прежде всего, знание материала, ну, материала, да, и подготовка к нему. Ну, подготовка к нему. Допустим, если я недавно был на интервью, да, и журналист посмотрел всю трилогию в модерне «Антихрис и Христос», да. Человек грамотный, ну, с точки зрения религии, да, то есть веры, да, и сразу другие вопросы. А если человек в Википедии прочитал, что я был там-сям, телевидение, дизайн, реклама, шоу-бизнес, клипы, кино, и сейчас театр, то и вопросы такого же уровня. И мои ответы, мои ответы, они же такие же, как и вопросы. Ну, а самый частый, понятно, совершенно частый вопрос, уже просто меня он достал 30 лет. Вот, ну, каждый второй спрашивает, вот вы, допустим, не имеете специального режиссерского образования, да, я культуролог, ну, по первой своей профессии, вот. И это, на самом деле, так смешно, я уже академик двух академий, да, там что-то такое, ну, что-то такое я, когда иллюзию хотя бы создал, что я что-то делаю, да, в разных областях имею там профессиональные награды, опять и тот же вопрос. Слушайте, ну, уже это смешно. Оставлю этот вопрос под финал. Вот вы сказали, что он посмотрел ваш Визави-собеседник все три постановки. Он посмотрел именно в той последовательности, которую вы рекомендуете смотреть, то есть Петр, Леонардо, Иуда. Ну, можно Леонардо с Петром менять местами, ну, но не надо начинать смотреть спектакль модерни с Иудой, потому что мы говорим о Христе. А трилогия моя называется «Антихрист и Христос». У Мережковского называлось наоборот, у него назывался «Христос» и «Антихрист». Мы же движемся, ну, это моя концепция, мы движемся к свету, если мы нормальные люди, ну, к свету. От темноты, от смрада, от греха к свету. Поэтому надо смотреть, вот трилогию мы закончили, прошло четыре года. Я рад, что люди, как это говорили раньше, голосуют рублем, в том плане, что все это на аншлагах, 36 спектаклей в месяц, все на аншлаге в театре модерн. Люди хотят серьезное, я в этом уверен. То есть, те люди, которые придут на Иуду, и они не видели Петра, они не поймут концепт? Они поймут сюжет, они поймут то, что мы говорим про Иуду, говорим про Христа, Юрусалим, Понтии и Пилат, Хайфа, все понятно. Они это поймут как произведение. Но, учитывая, что в Петре Первом и Леонардо да Винчи мы говорим о антихристе, то здесь мы говорим о Христе. Иуда, но говорим о Христе. То есть, вы хитро придумали. То есть, вы просто зрителю объясняете, что он должен для того, чтобы понять и погрузиться в эту постановку, должен, так сказать, посмотреть две предыдущие. Ну, они смотрят по несколько раз. И те люди, которые случайно, допустим, увидели вперед Иуду, ну, стопроцентно, они посмотрят потом Петра и Леонардо и вернутся опять на Иуду. Стопроцентно. У нас много зрителей, поклонников, которые репертуар Театра Модерн 3-4 раза смотрят. Есть даже одна семья, нам писали, да, я просто знаю, реальная семья. Они посмотрели Петра Первого 14 раз. Зачем? Ну, это у них надо спрашивать. Ну, у вас же есть представление, зачем они? Они открывают что-то новое для себя. Новое. Это же живая история, да. То есть, человек, который приходит, он вперед же смотрит себя на сцене. Ну, то есть, он узнает свои вопросы, да, свои ощущения. Потом приходит второй раз, он уже видит то, чего он не видел. Потом он видит, что актер, который ему симпатичен и нравится, да, немножко сегодня чуть-чуть по-другому. Ну, то есть, это такой, знаешь, такой фанатизм в том плане, что ты видишь нюансы. И люди в этом купаются, люди на это обращают внимание, кто-то цитирует. Это интересно. То есть, если вот у вас идет тут снег постоянно, да, он же не закончится, пока кнопку не нажмете, да. А у нас в театре, может быть, очень разные вещи, да, жесткая конструкция, да, но ты по-другому воспринимаешь. И ты приходишь разный. Ну, и ты в театр приходишь разный. Сегодня у тебя было такое настроение, а завтра другое. Поэтому зрители, которые на это подсаживаются, я имею в виду на театр, то они проводят очень интересный вечер. Вы какой-нибудь спектакль смотрели 14 раз в своей жизни? Хоть один? Нет. А два раза? Ну, да, два раза смотрел, да и три раза смотрел. Какой? О чем мы говорим? Ну, это был стопроцентный «Янона А8». Ну, в той редакции, в первой редакции, да, «Венкомовская» с Караченцевым. Я смотрел по два раза, думаю, точно, а может некоторые по три, спектакль Петра Наумовича Фоменко. То, что мне очень нравилось Петр Наумович, у меня были с ним теплые отношения, хотя мы были люди разного поколения, да, но как-то он для меня приоткрыл театр, который я не очень любил. Но именно своей работой, не философствованием, да, о театре, русский театр, а именно тем, что я смотрю, думаю, господи, ну, это же очень интересно. Это же очень сильно цепляет там абсолютно счастливые деревни, да. Да, и думаю, что вот у Фоменко. У Фоменко, он известен тем, что у него, в общем-то, была секта, а у вас тоже, в общем-то, есть вот эти... Нет, 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 я бы поостерегся говорить, что у Фоменко была секта. Нет, как раз и другие театры были, которые были сектой, у Васильева была секта, вот, ШДИ, это стопроцентно такая странная, а у Фоменко нет. А Рехергауз? Ну, я не интересовался этими. Ну, как, это же было и явление, про которое говорили, оно такое спорное было. Ну, это явление прошло мимо меня, вот, а у Петра Наумовича, это все-таки коллектив единомышленников, скажем так, это семья, это ансамбль, очень разнообразные, во-первых, это его ученики, то есть это люди, которые сделаны по образу и подобию своему, да, и прекрасные трупы. Я снимал всех их практически в своих фильмах, и Петр Наумович смотрел мои фильмы. Скажем так, вопрос, который мне один раз задали, мне он очень понравился, мы начали про журналистов, кого бы вы хотели позвать на спектакль и услышать реакцию? Вот, я бы хотел Петра Наумовича, но он давно ушел из этой жизни, мне бы хотелось услышать его. Ну, мне интересно. А у нас есть сейчас профессиональная театральная критика? Думаю, что те люди, которые себя называют критиками, они думают, что она есть. Это понятно. Я читаю какие-то вещи, но смотрите, давайте вспомним газету «Ведомости» до революционного периода, когда Чехов ставили Чехова, да, и как вся Москва ждали этой статьи, да, статьи, что происходило с Чеховым. Это влияние, да, ну, это реноме, да, качество, да, это пресса и ожидания. Сейчас, я думаю, что ни у кого из критиков нет инструмента, скажем так, от них ничего не зависит. А если от них ничего не зависит, ничего. Ну как, их же читают, в том числе и чиновники, и люди, которые... Не-не-не, это иллюзия. Их читают сами же критики. Друг друга читают. Ты повторяйте ровно то, что мне лет семь назад Пётр Толстой говорил про телекритику, что они производят... Это вот как ваш аквариум, это внутри, это внутри, оно не выходит. Если, допустим, в театре «Модерн» у меня бы не было зрителя, если бы я не работал на «Аншлагах», наверное, бы я переживал и думал, что хорошо, какой-нибудь критик бы мне что-нибудь написал. А учитывая, что нам это не надо, это не зависит ничего, если критик напишет, что это гениально, и что изменится. Или напишет, что это плохо. Ничего не изменится, у них нет инструмента. Они растеряли по дороге. Я скажу честно, я даже запретил пускать всякие маски отборщиков в «Модерн». А как вы можете это запретить? Ну так, они же не за деньги приходят. Нет, купил билет, приходи, ради бога. А, в смысле? Приглашите. Ну, они звонят там и так далее, но неважно. Был случай, первый, после этого сказал, что больше этого не будет. Я был в театре, мне звонят, капельдинеры говорят. Вячеславович, тут женщина какая-то скандалит. Я говорю, что такое? Мы ее не пускаем в зал. Я смотрю на часы, а время 7.40. 19.40. То есть спектакль идет сколько? 40 минут. Да, да, да. Я спускаюсь, стоит такая женщина в летах, мне говорит, я из маски, меня должны пустить. И я говорю, подождите, ну, спектакль идет 40 минут, я же не буду поднимать зал, ну, вообще это теряет смысл. Вы не понимаете, я из, ну, это педаль. Я говорю, нет, все, до свидания. Я сказал, что больше мы не рассматриваем вот эти звонки, я из маски. Во-первых, я считаю, что очень много шарлатанов, которые хочут прийти на халяву. Ну, пусть маска на бланке пришлет бумажку, согласны? Ну, что мы посылаем Иванова. Ну, хотя бы звонок, да, от известного человека. Да, ну, поэтому этот инструмент не работает. Сейчас вот этот конфликт с этой маской все переделывают, что-то там, вообще какая-то возня. Я видел, конечно, конечно, я видел спектакли, которые получали награды маски. Но это не мой профсоюз. Я так не умею, и главное, что я так не хочу уметь. То, что мы делаем в Модерне, да, нас сильно отличает. Есть армия поклонников, приходят новые люди. То есть мы заняты, мы заняты, на мой взгляд, ну, как любой театр, но мы заняты, наверное, строительством человека, того, что я в своей жизни видел, что любое государство строило нового человека. Ну, нового человека. И мне кажется, что это под силу сегодня только театру. Телевидение мы все понимаем, это агрессивная среда, странная. Кино – это абсолютный фастфуд. Вы же утверждаете, что телевидение убило кино. Ну, оно сейчас, оно не убило телевидение, оно отчасти его убило, потому что большой экран – это очень важный момент. Темы, которые поднимаются, да, зритель, который диктует. Зритель же, как ни крути, он все равно диктует. Я хочу вот это. И кино пошло по этому пути. Театр не пошел. Я вообще, я же не ставлю спектакли для зрителей. Как я могу про них поставить спектакль? Я вообще не знаю. Мне даже нравится. Я себе, я себя радую. И вдруг я вижу отклик тоже у людей, и мне очень приятно. Но если у меня есть вибрация, то эти вибрации переходят актеру. А актер эту вибрацию передает залу. А кино все, что хотите? Что? Про бандитов? Знаете. Что хотите? Вот такой сериальчик. Ну, это же все. Я смотрел здесь недавно «Аппельгеймер» Нолана. Ну, понятно, что я один, я думаю, что он практически один из сегодняшних режиссеров масс-медийных, ну, больших, ну, с возможностями. Он единственный, который еще что-то может делать. Так. Серьезное. И я смотрел «Аппельгеймер», ну, мне понравилась точка. Да. Юрий, уточню, смотрели в зале на большом экране или дома? Да, да. Это важно. Вот. И я сидел, ну, могу красиво сказать, у меня слезы на глазах наворачивались, зависти, слезы зависти. Я смотрел и думал, какие же они молодцы, что поднимают такие серьезные темы. То, что мы делаем в модерне, да, это серьезная тема. Это атом мирный, немирный, разведка, неразведка, ученые, в кадре люди, люди, которые ходят в костюмах, они ученые, они рассуждают, они живут по-другому, да. Это не какие-то содержанки, ну, какая-то фигня, «Елки-пять», там, что они старик Хаттабыча не снимают? Надо старик Хаттабыча уже мочить, чебурашек. Это все обрушится на нас. Это чебурашка все у нас прошла. Ну, посмотрите, ну, посмотрите. Ну, сам фильм, я посмотрел. Я не смог. Я не смог. Я до середины не добрался. У нас же все изменилось. Он собрал там какие-то миллиарды рублей, все. Вау, больше миллиарды. Все, вау, как хорошо, подождите. Я хочу вам привести пример, что в чем сила, допустим, видео-порной индустрии? Потому что очень низкая себестоимость. Ну, понимаете, да? Это низкая себестоимость, а они все равно зарабатывают. Там, воборот, серьезные. Вот. И я, как бы, раньше на тему не говорил, почему я не могу об этом говорить? Почему, допустим, кто-то может писать про мои спектакли, про мои фильмы, да? Но я же тоже имею право высказываться. Ну, согласна? Поэтому все вот эти елки-фиголки, там вообще сейчас, сейчас вот я читал недавно, увидел, снимают Иван Васильевич менять профессию. Ремейк? Да. Как это? Вот скажи, пожалуйста. Вот по мне это просто невозможно. А просто надо срубить бабла. Ну, понимаете, просто так раз тихонечко, да, все посмотрят наверняка, да. Цель, ну, все, все, цель есть. Сейчас два театра поставили Иван Васильевич менять профессию. Ну, что это такое? Ну, что, тем нету. А какие два? Сатира поставила, и сейчас собирается еще ставить Малый Брон. А, они собираются. Малый Брон. Малый Брон. С Аппенгеймером я вот буквально на днях написал, что меня удивило, что там совершенно не соблюдается линия партии правительства голливудская последняя, что там нет вот этой темы инклюзивности, нет ни одной лесбиянки, ни одного негра. Это же такая дерзость сейчас. Нолан, Нолан, единственный, который имеет право голоса, создает... Единственный? Единственный. Ну, а кто еще? Лигли Скотт, это поп-кино. Ну, понимаете, да? То есть, вообще не обсуждается. Больше никого нету. Серьезные бойцы вообще перестали снимать, да? То есть, никому они не нужны там. Потому что все равно победил, я в кавычках говорю, Дисней. Ну, как бы такое. Ну, да. Он победил с этими семейными фильмами. Дисней же убил детский кинематограф. Это же он сделал. Сказал, что ой-ой-ой, маленькая аудитория, детское кино. Нет-нет-нет, семейное. И вот сидят слабо развитый папа, странная мама и ребенок. И все ржут над совершенно примитивным, ну, примитивным сюжетом и исполнением. Ребенок, понятно, он развивается, понимаете? А эти вот такие дядьки, тетки, хорошо отдохнули. А когда ты напрягался-то? Ты еще не напрягался вообще? А вот в театре мне говорят, надо расслабиться. В сауне расслабляются. Они все, всем начнут расслабиться. Поэтому и ходят они в театр все в тренировочных. Ну, понимаешь, спортивная одежда, домашняя одежда, пижамы. Вилл эти кошмарные пижамы с логотипами. Ну, это мода, потому что вот, ну, не надо общество потребления. А что, в театр надо одеваться прямо вот как на праздник? Ну, не на праздник. Как такси-иду там. Бабушка говорила у меня, что в России одеваются два места. В церковь и в театр. В модерне у меня мягкий дресс-код. И я же не могу запретить, да? Но процентов 65 одеваются. Я по залу вижу. Ну, то есть, как бы так, ну, чуть-чуть. Это же классно прийти в 6 часов, зайти в лучший буфет Москвы у нас. Лучшие винные карты, лучшие выпечки. Все по уму, все мы думаем, как каждый раз думают, как сделать новый бутерброд. Чтобы было его удобно есть. Не в салфане, как во многих театрах, да? Столько брусчеты у нас. Каждый спектакль выпускается съедобная афиша. Каждый спектакль выпускаются эклеры. Мы уже за все это время сделали около 7 тысяч эклеров. И мы ведем подсчет. Каждый день на доске пишут, сколько сегодня съели эклеров. Мы про буфет в прошлый раз, когда с вами беседовали, тоже говорили, что самый лучший буфет. И я с кем-то из ваших коллег, честно, не помню. То есть, я вот сейчас здесь говорил. И вот сказал, ну, вот Грымов буфетом хвастается, потому что остальным не может похвастаться. Вы чувствуете зависть вообще со стороны коллег? У вас это ощущается? Или это всегда происходит на периферии? Мне не говорят. Мне не говорят. Допустим, ты сказал такие вещи. Это в эфире было, то, что я сказал. Это не приватный разговор. Понимаете, ну, по всей видимости, этот человек стопроцентно абсолютно не видел спектакли. А если, допустим, бы он видел, то он бы с ума бы сошел и видел, как люди кричат, стоя хлопают на всех практически спектаклях. Но это не значит, что ему может понравиться. Ну, понимаете, да? То есть, ему может не понравиться. Это нормальная ситуация. Но не учитывать, не замечать специально, не замечать успех модерна, это классно. Меня это возбуждает. И я рад, что там... Ну, ты же знаешь, за сколько там у меня там всяких наград было. Кино, там малые формы, все. А театрально у меня там две награды. И нас никуда критики, ну, про модерн не пишут. Я теперь этому рад. Но мы из другого профсоюза. Не надо. Понимаете, потому что... Ну, да, понимаю, конечно. То есть, уже прошло тот период, когда не надо. Ну, просто уже будет странно, если вдруг нас эти странные критики заметят. Они видят другое. Потому что мы очень сильно, мы очень сильно эстетически и этически отличаемся от других театров. И зритель говорит, вау. Я читаю, там в Яндексе пишут, да. Там женщины пишут, я помню. Многие такие, мой муж ненавидел театр. Все, мы теперь только в Мандерхуэм. Ну, то есть, он понял, что есть театр, который ему близко. Это очень индивидуально. Поэтому, когда кто-то начинает там ерничать, я, во-первых, не обижаюсь на это. Ну, хорошо, ну, наверное, нечем похвастаться. Ну, нету чем. Будем хвастаться деньгами. Ну, потому что билеты уже по 12 тысяч. Я, кстати, когда про награды был разговор, вот буквально там час назад, когда приехал в студию, коллега спросила, что у тебя, кто у тебя. Я говорю, вот будем про спектакль Юда говорить. Она говорит, это театр нации про Горбачева. Ну, это такой троллинг. Шутка. Шутка такая была, то есть это. Вот, ну, потому что, кстати, спектакль был отмечен и получил массу наград. Вот меня здесь интересует отношение, допустим, ваше к фигуре, не к фигуре режиссера, не к фигуре тех, кто играл в этом спектакле, там, Хаматова и Миронов, а к фигуре Михаила Сергеевича Горбачева. Вот как вы относитесь? Сложная, сложная. Я, кстати, не смотрел спектакль. Вот Горбачев. Да, именно по этой причине, что я же в курсе, то есть я же современник этого всего. Ну, конечно, да. И это уже очень ответственно. Я не люблю ряженых на сцене, да. Если, допустим, я сейчас рассказываю историю Иуды 2000 лет назад, да, 34-й год, то я изобретаю миф, тот, который я чувствую. Ну, а вы, зрители, принимаете правила игры, то Горбачев, я его видел, я его знаю, у меня как раз... Я хочу, точнее, вы видели вот прям вот, не на экране телевизора, а вот довелось пообщаться. Да, ну, не сильное слово пообщаться, но я видел темперамент этого человека. Как мне казалось, я понимал его природу. Ну, природу, да, то есть я понимал, что этот человек способен вот на это. Мне интересно, я все-таки когда-нибудь соберусь сделать, напишу сценарий про 90-е, ну, скажем так, про то, что я знаю. А я много знаю. Ну, да. Очень много, очень много. Практически все вот это становление, и Гайдар, и там Ельцин, наверное, занимался, да, и там Березовский, ну, все это было в моем понимании, для меня понятно, но на этом слое моем, понимаете, да, то есть как бы созидание, креатив, становление канала одного, другого, третьего и так далее, все эти рекламные первые, так сказать, вылазки за границу, работа в иностранных компаниях моих, как у русского, русским арт-директором. Может быть, я это сделаю, потому что я вот сейчас смотрю, выходят какие-то фильмы про бандитов, все каких-то, я их особо... Сейчас меньше уже. Ну, выходит, вышли сейчас какой-то новый фильм про бандитов, но я понимал, что они есть тогда, я их видел. Разве не приходилось... Общаться? Ездить на стрелке, там, все-таки. Нет, я против того, чтобы 90-е, а лиц, творились только с бандитскими разборками, людьми. Сколько фамилий появилось? Появилась мода. Ну, это было время возможностей, да. Фэшн, появилась современная живопись, появились люди там, даже там тот же Пригов, Айдан Салахова. Я же все знаю, как все это было. Это удивительная вещь. Там, это Катя Филиппова, ну, то есть, мода, понимаете, все это, это же просто обалденное было время. Не какое-то желание сделать дольче кабану, понимаете, и одеться, как новогодняя елка, а люди созидали. Потому что, как называлось раньше, театр моды. Согласен? Ну, я же тоже был там манетенщиком у Зайцева. Поэтому это все удивительное время. Может быть, соберусь с дел. Может быть. Может быть. Вот, возвращаясь к Оппенгеймеру, меня поразил совершенно кастинг, что решились сделать главным героем, человек, который лично у меня ассоциируется с, если мы говорим про бандитов, с острыми козырьками. Что мне казалось, что есть актеры, которые настолько вот они сцеплены с определенным образом. Тем более, когда это... Это риск. Это риск режиссера. Это дерзость такая, прям удивительная. Нет. Это риск режиссера. Это риск. Просто риск. Но если ты видишь, например, там, вот как происходит, как я выбираю актеров, допустим, в театре. Я к этому, да, и подвожу. В фильме. Я же кастинг-то не привожу. Нет. Никого в жизни у меня не было. Кастинг в фильме Юрия Грымова. Кастинг. И люди заходят. То есть вы определяете, вот вы видите этого человека в качестве... И приглашаете его без кастинга? Без кастинга я приглашаю. Мы садимся, пьем чай. Я говорю, вы будете... Я бы хотел, чтобы вы играли. То есть я считал, что только у нас Никита Сергеевич Михалков с позорами такие. Нет. Никогда в жизни. У любого спросите, кто там. Я верю, я понимаю. Ответ Соловича, Джигарханяна, там, Максакова и Петренко. Всех. Саша Балуев, там, последние три сестры, там, все снимались. Суханов, Полякова, там. Я вообще этих же актеров старался, ну, снимать. Ну, насколько возможно. Нет. Ну, какой кастинг? Ну, как? Послушайте, если будет кастинг, вот будете все сидеть артист. Да, вот здесь у Жени сидит артист. И мы давай попробуем этот артист. Жени должен быть телеведущим. Как я буду наблюдать то, что он будет делать все сам и думать, получится у него? А если я вложусь в него? Ну, сейчас вложусь в Женю. Так получится. Понимаете, да? А если просто сам Женя сидит, ну, артист Женя, и что-то там делает из себя кого-то телеведущего, зачем мне это надо? Зачем? Зачем? Ну, просто это не нужно. Поэтому в театре хорошо тем, что артисты иногда сами не знают, что они могут. Как правило, хороший артист не знает. И моя задача его не то, что убедить, а показать, что у него это есть. Но в нем есть. У меня прекрасный Пьер Безухов играет, Саша Колесников. Прекрасный актер, просто великолепный. Ну, прям большого размера. В модерне уникальный актер. Ну, прям уникальный. Но они же могут играть сегодня Зайчиков, а завтра играть Петра Первого. Это нормально. У меня не может быть, что артист не будет играть в массовке. Как это так? Ну, это невозможно. Это же театр. А вообще индустрия пострадала из-за того, что большое количество актеров и режиссеров тоже сейчас не работают в стране. Вот они уехали. Это ощущается, вот этот дефицит, скажем, кадровый? Пусть анализируют критики. Вот вы лично в своей работе. Я лично считаю, что человек, творческий человек, любой человек, имеет право работать там, где он считает нужным, жить там, где он считает нужным. Это его выбор. Совершенно. Это его выбор. Человек живет в одном районе, а потом перехал в другой район. А чуть-то уехал из того района, где у тебя там родители. И мы можем говорить про границы и так далее. Я считаю, что это большая трагедия, когда яркие люди, творчески яркие люди, не дают возможности за ними наблюдать. Ну, понимаете, да? За этими фильмами, спектаклями. Мне что-то может не нравиться. Но я всегда скажу честно, если мне что-то нравится, скажем так, коллеги, даже я его не знаю, я найду телефон, позвоните, сказать, что это обалденно. Я в свое время, откуда это пошло, я помню, сделал фильм Кауза Кукотского, и там получаю всякие награды. И мне звонит Гарри Бардин. А я не был знаком. Великий мультипликатор, художник, режиссер. Он звонит, здрасте, это Гарри Бардин. Я хочу вас поблагодарить за блестящую работу. Мне было приятно? Да. Я делаю так, если мне нравится. Я видел какой-то фильм, совсем не моего жанра, типа хоррора, кровь там какой-то, что-то такое. Я нашел телефон этого режиссера молодого, позвонил, говорю, вы знаете, это блестящая работа. Ну, не мое. Ну, как бы я все понимаю, но сделано хорошо. Я вижу, что здесь хорошая подготовка, хорошая команда людей, и вы тоже. Поэтому мне всегда очень жалко, что мы чего-то недополучаем. Но это история нашей страны, послушайте. История нашей страны, по-моему, когда Бунина, по-моему, да. Бунина издали в 1920 году в России, будучи сильным эмигрирующим. Он просто, просто это было событие. Почему, сказать, не могли молчать. То есть, было бы странно, если бы его не напечатали в 1920 году в официальной прессе. Понимаете, да? Было бы странно не заметить дар этого человека. Вот это круто, согласна? И нельзя было не заметить дар того же Тарковского. Когда Тарковский уехал, да, я просто очень много чего знаю про Тарковского. Ну, когда, знаешь, я с Рейдбергом начинал, с оператором, то есть, я очень люблю Тарковского. Вот, и, конечно, эта боль не только моя была, ну, и людей, но и его самого, того Тарковского. Он же не нашел себе того применения, о котором он мечтал в Италии. Ну, и там, в Германии. Не нашел. Ну, не нашел. То есть, здесь была другая система координат, которая ему казалась несовершенная. А потом он понял, что, оказывается, она была более совершенная. Ну, здесь индустрия кино, именно вот этого кино, настоящего кино, а не вот штучек-дрючек из интернета. Поэтому мне жалко, мне жалко, мне жалко. Я, там, несколько фамилий, я всегда все видел. Мне всегда было это интересно. Я мог спорить, если бы кто не хотел со мной поспорить. Но это уважительно. Есть потрясающая категория, которую я считаю самая лучшая. Это достаточно интересно. Я могу позвонить Жене, сказать, Жене, вот эта книжка достаточно интересная. Или это спектакль, достаточно, ну, это очень много. А все остальное потом Женя сам решит, согласна? Любимая книга, нелюбимые режиссеры и так далее. Потом профессии режиссера. Я скажу здесь одну вещь. Я же, как бы, неугомонный. Мне есть позвонил один канал. И попросил, чтобы я снялся в сериале. В качестве актера? Да. Так. Один день. Сыграть художника Трофимова. Я согласился. Живописец? Да. Художник, художник. Да, да. Я согласился. Детектив какой-то. Знаешь, зачем мне это надо было? Не деньги, которые мне заплатили. Я хотел посмотреть, как это г**ть снимают. Что же такое? Мне интересно было, как это вот. Я включаю телевизор, думаю, господи, узнаешь же ничего невозможного. Не цепляет никак. Возвращаясь к Иуде. Я сейчас наблюдаю с недоумением, интересом и, может быть, даже с восторгом, ренессанс, интересы к рок-опере. Иисус Христос. Сверхозь, да. Сверхозь, да. Сверхозь, да. Сверхозь, да. Очень многие почему-то. Очень количество скачиваний увеличивалось. Ну, если мы про оригинальную. Ну, там, Ян Гиллан все-таки. Да, вот, говорим. Чем вы можете объяснить вот этот интерес? Очень во многих, на многих площадках. Ну, то есть, люди скачивают альбом? Да, альбом. Но, нет, потом на многих площадках это ставят и поют. То есть, вообще, вот этот интерес к этой тематике сейчас... Надо его разделить. Интерес зрительский и профессиональный. То есть, те люди, которые ставят, пытаются ставить. Те, кто ставят, они пытаются быть моложе. А, вот так вот? Да, они хотят вернуться туда. В 70-е? Да, когда они там были, и девушки были молодые, и трава зеленая. Они не вернутся. Ну, и сделают... Это невозможно сделать. Потому что человек живет в прошлом, ну, только в прошлом. Он будущим не может жить. Человек живет в прошлом. Настоящее он вообще не понимает происходящее. Мы сегодня проснулись утром, а сегодня нет. Это настоящее. Так вот, то, что люди скачивают, это говорит о плохом, о слабом шоу-бизнесе сегодняшнем. Они ищут что-то, то, что их может теребить. Слушай, ну, сколько лет у меня идет спектакль «Нирвана» Курткобей. Это просто... Можно не понимать, что дорожаем и дорожаем билеты. Просто на люстрах висят. Все покупают. Орут, кричат, потому что это не шоу-бизнес. Курткобей не шоу-бизнес. Это рок-музыкант. Это не шоу-бизнес. Вот. А сейчас все шоу-бизнес. Люди одеваются, как новогодние елки, ну, безвкусно. Думают, как бы им получить аудиторию в интернете и так далее. Они заняты не этим. Если чувак серьезно написал бы какой-нибудь трек, музыку, и разместил бы в интернете, это крутой трек. Ну, то, о чем мы говорим, там, ну, вот эти люди перечисляем, так его порвали бы просто. Без всяких миллионных скачиваний. Если бы его не, так сказать, вот он разместил в интернете. И ты бы перепостил бы. И я бы перепостил бы. Но он будет сидеть и рвать струны и душу. И мы будем радоваться. Такого не существует. Ну, не существует. Они все, так, так, значит, так. Этот блогер у него столько, у этого столько. Ну, это же невозможно. Займись музыкой. Но если я буду думать в театре модерн только об этом, чтобы кто-то там писал о нас. Ну, пишут много, ну, хорошо, ну, пишут. Ну, зрительный зал важнее, согласны? Эта девочка, или этот мальчик, или эта женщина приходит, и у себя потом что-то пишут, там, или мне пишут в личку, или как-то. Мне приятно, а ответ – да. Но я же не впрямую от этого завишу. Возвращаясь к Иуде. Грымовский Иуде – это жертва или это злодей? Жертва. То есть он инструмент? Он инструмент, да, как кур ващи. Ну, объясняю. Мы не препарируем Евангелие. Мы сразу заявляем в спектакле, что мы не там. Есть факты, ну, исторические факты случившегося. По поводу поцелуя, зачем он был, кому он мешал. Иисус, кого он мешал? Он не нарушал ни одного закона. Он открыто к восстанию. Иуде была, ну, как, есть же траков, что Иуда на самом деле благородно вывел свой народ из-под возможных репрессий римских оккупантов, потому что Баламут и Шуак-Ганоцари, так сказать, вот ему мутил воду и митинги устраивал. Но Христос не призывал открыто, Христос не призывал открыто, как восстание. К разрушению храма он призывал? Нет. Тоже не точно. Он выгнал торговцев из храма. Чем торговали в храме? Ну, сопутствующими, наверное, какие-то. Нет, трупами. Трупами голубей, трупами живого язычества, ну, жертвоприношения. Ты можешь написать, что в храме какой смрад стоял? Ну, сколько там было тушь мертвых? То есть он как санэпидемстанция? Он сказал, храм не для этого. Но чтобы понимать, территория храма какая? Условное слово храм. Не одно помещение. Вот храм, вот все, весь это. Как думаешь, какая территория храма? Понятия не имею. 12 человек, ну, 13. 12 апостолов, да, учеников, и он пришли. Они выгнали всех. Какую территорию они очистили? Ну, я так понимаю, что значительно, если... 14 гектар. Ого! 800 охранников охраняли входы, ну, въезды в этот, ну, условный храм. Как это так? Не думал о тем? Он несколько лет ходил людей, ходил по Иерусалиму, по Иудеи, вернее, да, он учил, исцелял. Что хотели от Христа все? Ну, большинство. Исцеление. Ну, чудо. Фокусник. И он давал учения. Ну, надо сказать, на спектакль. Я понимаю, да. И там мы... Конечно, конечно, Иуда жертва. Жертва. Потому что его нелогичность, он же получил, как бы, опять не хочу всего рассказывать, 30 серебряников, но он же их вернул. Хорошо. Он сделал то, что его просили, он получил 30 серебряников и вернул. Бред? А почему повесился? А повесился почему? Ну, потому что осмыслил. Союз замучил. Да. Приходите на спектакль Иуда, и вы вам объяснят. Ну, это... То есть, булгаковская трактовка... Нет, вообще, булгаковская трактовка... Слушайте, это прекрасный автор и художник, и он не ковырялся так, как мы ковырялись сейчас в Иуде, да. То есть, это... Мы не апеллируем, скажем так, опять повторяюсь, к Евангелии. Мы апеллируем к фактам случившегося. Зашел, вышел, когда это было, кто что сказал. Понимаете? Кому мешал? Кому мешал? Риму мешал? Нет, он не мешал Риму. Ну, кто правил там? Ну, жрецам мешал кого-то. Он мешал местному духовенству. Ну, и не только. Ну, посмотрите. Хорошо. А вот, кстати, вот в самом начале прозвучало, что вот мы идем к свету и прочее. А ведь многие считают, что Люцифер – это свет несущий. Что на самом деле есть один свет, и есть другой свет. Просто по-разному. И есть же церковь сатаны, допустим, за океаном, очень популярный. Там официально зарегистрированы, и люди покажутся. Это существует трактовка антихриста как диссидента, как человека, который протестует против тоталитаризма. Я понимаю, но антихрист или Люцифер, он не мог созидать. Он не творец. Вот я сейчас читаю лекции в Театре Модерн «Эпоха Возрождения». Вот уже несколько прочитали. Я удивился. На аншлагах три часа, и никто не уходит. Я вообще в шоке. Сейчас мы будем в конце января, в начале февраля читать «Эпоха Возрождения». Я там пытаюсь объяснить вообще, что происходит. Что такое творец? Нас же сделали по образу и подобию. Правильно? Ну, говоришь, что так. Знаешь, мы кто? Мы кто? Ну, дети. Творцы. А творцы? Творцы. Творцы. Такие, как Бог. И «Эпоха Возрождения» это доказало. Потому что первородный грех, человечество, ну, сколько лет, живет с этим ощущением, что их изгнали из рая. Они ушли от Бога Отца. Правильно? И реабилитация случилась только в период эпохи Возрождения, когда художник кинул вызов Богу. И если Бог тебе разрешает творить, значит, он согласен с этим. Согласен? Согласен. Ты равный. Ты можешь созидать. Значит, я так понимаю, что раз не существует, в принципе, у вас института кастинга, значит, на Иуду тоже было принято решение, кто будет у вас... Ну, на Иуду я понимал, что у меня на Иуду нету. У меня нету на роли Иуды. А и так случайно совпало. Я каждый год беру молодежь какую-то с разных театральных курсов и взял Льва Смирнова, очень интересный парень. Я сразу его взял в трубку, так же, как и Богдана Щукина, который прекрасно сколько лет уже играет Курта Кобейна. Так вот, у нас смешно в театре, мы говорим, Богдан Щукин, прекрасный артист, молодой, прекрасный артист, ну, просто бомбический. Я говорю, что делать будем, Богдан, ты сыграл Курта Кобейна и Христа. Все? Ну, диапазон-то, ой-ой-ой, это сложно, ну, там мелочи много всякой. Да, конечно, я работаю на 99% с актерами театра, свои трупы. Я сейчас очень задыхаюсь в том, что мне немножко не хватает количества трупов, штатных единиц, а я не хочу, у нас есть деньги в театре, мы зарабатываем, я не хочу приглашать никого. Ну, уже Милявскую приглашали. Ну, Милявский, это был проект, это, мне казалось, что Агафья Тихоновна будет интересна, ну, именно она саму себя сыграет, в фонгах этих жерехов и так далее. Это не имеет отношения, а театр, это же, кстати говоря, 36 спектаклей в месяц, детские, поросята, там, затерянные, ну, все, и «Над ней», и «Война и мир», и все. И они должны быть моими, моими людьми, актеры, а я их. Согласна? Это же делается, это же не просто собрали. Кстати, Тарковский, который поставил единственный спектакль «Гамлет» в линкоме, в линкоме с Тереховой, а вот, ну, не только Чуриковой, но и все, а вот, он как раз сказал, что только театр, только театр, но театр должен быть свой. То есть, он говорит, это ужасно, когда ты приходишь в театр со своим уставом, ну, туда вот, в этот театр. Театр должен быть свой, как своя труппа, Тарковский это говорил. Поэтому я тоже, я бы не смог столько поставить вот этих кассовых спектаклей. Мы знаем массу примеров, когда приглашают режиссер и делают сенсационные вещи на чужих площадках. Бывает. Это очень сложно. У меня вот сколько, уже 12 лет идет в рамки «Цветы для лжернона» по кизу. Да, но то качество. Очень хвалит. Я читал. Я знаю. Прекрасный спектакль, да. Но то качество и тот язык, и та этика, которая существует в театре «Модерн», мы выпускаем, и скорость производства, я такое бы не сделал бы ни с одной труппой в мире. Только со своими людьми. Мы друг друга понимаем. Понимаете, да? Я понимаю. У меня нет застольного периода в театре. Мы не читаем пьесу. Мы собираемся, сразу ставим. Мы понимаем, о чем. Пьесу можно дома прочитать, правильно? Спектакль уже есть. Ну, застольное чтение, это все-таки не про пьесу, это как бы про налаживание... Про смыслы. Да. Ну, правильно, ну, смыслы я говорю без пьесы. Мы собираемся, вот я сейчас ставлю новый спектакль, весной будет, я договорился с Куэлью, он отдал права, да, да, я делаю, Вероника решает умереть. Я очень благодарен Куэлью лично, он такую символическую сумму денег попросил, ну, просто это чтобы только договор заключить. Только единственное, что он написал, говорит, чтобы было только написано, что будет ставить Грыбов. Он не знает меня, но меня легко вычислить, ну, в Википедии, да. Вот, и мы сейчас ставим этот спектакль, и я трачу большое количество времени на старте. Мы должны определить, во-первых, зачем я это делаю, ну, зачем мне это надо. А раз, во-вторых, я пытаюсь определить среду, как вот мы говорим про Иерусалим, да, или говорим про 1600 год, Леонардо да Винчи, да, да, или говорим про 1500 и Петр Первый. Давайте мы решим вообще, как там вообще жили-то они, что они, вот носили вот такой шарф, что они, они вот так говорили, они позволяли себе вот так смотреть в глаза друг к другу, ну, понимаешь, да. И я считаю, что это самое жизнеутверждающее произведение Куэлью «Вероника решает умереть», спектакль будет называться «Вероника решает». Вероника решает, уже, ну, там будут приглашенные люди. У меня, у меня, как Леонардо да Винчи играет прекрасно Дима Бозин, Дмитрий Бозин, звезда... Виктяковского, да. Да, и он здесь тоже будет играть, он прекрасный артист. А Веронику будет играть Настя Сычева, она играет у меня «Кортни Лав». И вот два приглашенных актера, ну, они как-то уже даже как-то не приглашенные, они просто там иногда играют в другом театре, а вообще мечтают выйти на сцену в Леонардо и в Ирване. Сейчас у них будет такая возможность, и у меня будет такая возможность с ними опять поработать, они великолепны. Это забавно, потому что Бозин играет «Сатану». Ну, он не «Сатану». Нет, он и «Дракула» играет, и «Сатану» играет в театре Виктюка. Я знаю, он хороший артист. Вот тут я в это вкладываю не просто какие-то слова, это человек, влюбленный в театр. Он, когда пришел на репетиции, когда я пригласил на Леонардо да Винчи, он все репетиции, знаешь, как сидит? Вот так, под 40 градусов, вот так. Он очень жадный, он очень голодный, он очень хочет в этом ковыряться. Он абсолютно человек-театр. Есть люди, которые так, ну, жизнь... Ну, поэтому он снимается, кстати, мало, потому что... Ну, потому что, слушайте, ну, это театр. Чего сниматься, ребят? Ну, кино это такие поддавки, что там делать? А вы об этом в следующий раз поговорим. Юрий, вы знаете нашу традицию, есть у нас золотой рыб, ждет от вас. Ну, учитывая, уважаемые... Как зовут их? Телезрители. Ну, учитывая, что я здесь не первый раз, уважаемые телезрители, я хочу вам открыть некий секрет. Вот эта штука не работает. Не исполнилось. Вот сколько я тут говорил, по-моему, только все в мире усугубляется. А я понял, почему. Скажите, почему? Маленький объем. Она находится в очень маленьком объеме, поэтому какие-то большие желания, какие мы там... Не помещаются. Они не помещаются. Это так же, как ты приходишь получить знания. Если у тебя маленький кошелечек, ты столько и унесешь. А если ты приходишь вот с таким там мешком, ты столько и заберешь. Поэтому давай, рыбка, ну, хотя бы, чтобы снег не кончился. Ну, это только до весны, значит, следующая встреча... Значит, скажем, работает. Если весной снег был, не был, все, рыбка работает, все. Вы хоть ее кормите или... Все у нее, все в порядке. А ту пожарили? Ну, ни в коем случае. Ну, как она. Все та же и есть. Юрий, спасибо. Я так понял, что до встречи весной. Спасибо. Спасибо.